всем привет я сегодня к вам пришла с ответами на вопросы и их было немного но был один очень важный вопрос как я лажу со свекровью свекровью потому что я не в браке соответственно как я лажу с мамой моего парня и это главный вопрос и я надеюсь вам не так сильно слышно дождь как мне но это добавляет какую-то атмосферу в ролик и я поэтому снимаю на балконе потому что очень хочется передать вот эту атмосферу дождя на улице пасмурной погоды такого какого-то знаете умиротворения уединения что ли такое спокойствие я надеюсь мне это получается еще мне задавали некоторые вопросы которые я в принципе выписала себе хочу сегодня на них ответить вообще видео спонтанное я должна была сейчас просто накраситься собраться в магазин и соответственно сходить в магазин но не тут то было мне как обычно магазин это что-то колоссальное что-то сногсшибательное нужно обязательно снять видос нужно из этого сделать событие так сейчас я найду вопросы все добираюсь до них и никак не могу добраться так 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 был вопрос про роуминг когда я упоминала видео шок от россии про роуминг еще до этого в нескольких роликах я упоминала про роуминг я когда упомянула про роуминг я не имела ввиду что мне нужно посоветовать какого-то оператора где нет этого роуминга да чтобы я со своего оператора перешла на другой какой-то оператор мне конечно же стали мучу рекламировать каких-то операторов, воспевать, восхвалять своих операторов, но мне это не нужно. У меня оператор такой, который меня устраивает. Причём это самая дешёвая связь из всех, которые вообще существуют. И она меня устраивает вполне, но меня не устраивает то, что на этой связи ещё не убрали роуминг. Я не собираюсь переходить на какие-то другие операторы, потому что это бессмысленно, это нерационально, потому что я платила раньше 100 рублей, потому что у меня был тариф такой именно клёвый. Именно обонплата у меня составляла 100 рублей в месяц. У меня был интернет, и смс, и безлимитные разговоры. Понимаете, было просто всё клёво, но я в какой-то момент просто ещё перешла на другой тарифный план. Там уже совсем всё по-другому, там уже дороже было. Почему-то я посчитала, что там будет стоимость обонплаты та же самая, но будет интернет-трафик лучше. Соответственно, я просто просрала свой тарифный план, который у меня был до этого, потому что сейчас его уже нету. Это закрытый тарифный план. На тот момент, когда я снимала «Шок от России» и упомянула там про роуминг, у меня была абонентская плата 100 рублей в месяц. И, соответственно, зачем мне переходить на какого-то другого оператора, там, где нет роуминга, да, и платить при этом по 500, а то и больше рублей в месяц за обонплату? Зачем? Ну, зато роуминга нет. Окей, я лучше, понимаете, с роумингом поживу, чем буду платить по 500 рублей в месяц. Я считаю нерационально тратить на телефон 500 рублей и выше в месяц. Это ненормально. Это просто связь. Просто связь, понимаете? Так, ну, в принципе, я же собираюсь, мне же надо собираться, а то я что-то как-то так, знаете, расселась. Трачу время впустую просто, когда мне нужно собраться. Сейчас плохая погода у нас. Ну как, осень, осень. Эта погода, в принципе, мне нравится. Я люблю осень, я люблю даже дождливую погоду, но, знаете, очень. Уже третью неделю у нас дожди. У нас бывали перерывы, но грязь. Ничего не успевало высыхать, а потом снова дожди. Короче, я думаю, многие понимают меня. Лето у нас очень быстро закончилось. Я считаю, это неплохо. Это обычно. Ничего в этом такого нет. Все нытики, которые ноют мне там в соцсетях и под видео, какая у них хреновая погода, бедные, несчастные. У всех она такая. Блин, я зеркало не взяла. А, хотя, вот, такое возьму. Так, я сейчас буду краситься. Я надеюсь, я вам не буду мешать. Кто к кому пришел, я не понимаю. Меня, кстати, обсыпало. Это последствия того, когда я жру сладкое. Мало того, я просто еще взяла и сделала чистку лица. Чистку лица. Домашнюю. В домашних условиях. Это значит, что я просто взяла и повыковыривала прыщи свои. Как бы их так не было видно. Они были, знаете, такие подкожные. Они не красные, не созревающие. Просто подкожные. Но они меня бесили. Когда, знаете, вот кожу трогаешь, она у тебя бугристое такая. На ощупь прыщавая, блин. Но так не особо, ну, как бы, что-то и видно. И меня иногда это подбешивает. Поэтому я беру и, в общем, решаю эти проблемы ручками. Это ненормально. Но и плохого в этом тоже ничего нет. Потому что это мое лицо. В общем, я думаю, все понимают, что, как бы, каждый может делать все, что хочется своим лицом. Я лично делаю с ним то, что мне хочется. Просто к чему я это говорю? К тому, что теперь приходится накладывать, ну, не кучу косметики, но, в общем, замазывать это все. Потому что я, когда у меня такие вот ярко выраженные красные пятна на лице, я немножко стремаюсь выходить на улицу, если честно. Потому что, ну, это бросается в глаза. Пусть не все на тебя там и смотрят, пусть не все глазеют на тебя, но это бросается в глаза. И это не очень клево. Я просто тогда себя некомфортно чувствую. Вот. Я же девушка, я же красивая хочу быть, да. Хочу чувствовать себя красивой. Чистку я сделала как раз в том влоге. Да, в предыдущем влоге, в конце, когда я попала под дождь, шла под зонтиком, вот тогда, мне кажется, там видно в некоторых фрагментах, еще в туалете, когда я там обувь мыла, там видно просто мою неровную кожу, бугры на лице. Это все просто опухлости после того, как я себе делала чистку. Ой, что значит, когда нет денег на косметолога? Да, еще задавали мне вопрос. Сейчас. Почему именно переехали в Воронеж? Я отвечала, в принципе, на этот вопрос, но отвечала, может быть, сумбурно, поэтому я просто повторюсь. Всем новоприбывшим, я думаю, ну, кому-то может быть интересно, да, всем новоприбывшим. Мы, когда еще были на Украине, на Донбассе, думали, куда мы поедем, в какой город. Мы выбирали Липецк по отзывам, потому что такой маленький, да, такой захудаленький городок, не миллионник, конечно, но неплохой город. И кто-то посоветовал, я не помню кто, или сам парень нашел Екатеринбург. Екатеринбург, конечно, нам больше понравился. Мы собрались ехать туда. Все-таки в итоге мы собрались ехать туда. После долгих размышлений, после долгих дискуссий. Когда нас привезли уже в Ростов на Дону, мы там у МЧСников ждали распределения, так и не дождались его. Мы собрали вещи и поехали в Воронеж. Мы рассматривали еще Воронеж, но в какой-то меньшей степени. У нас был Липецк, Воронеж и Екатеринбург. Но Воронеж у нас, как таковой, вообще, можно сказать, не рассматривался. Потом мы просто подумали, что можно приехать в Воронеж, потому что компания, с которой хотел пройти собеседование парень, она находилась в Воронеже, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, как-то так, в общем. Поездка в Воронеж была связана с его работой, с его собеседованием. Мы поехали в Воронеж, сняли квартиру на месяц, потратили кучу денег на тот момент. Мы сняли ее за 15, по-моему, тысяч или как-то так. Мы вообще искали эту квартиру, тупо сидя на вокзале. И это было, конечно, я сейчас вспоминаю, и, ну, это жесть. Ты сидишь на вокзале, ты не знаешь, куда тебе завтра идти. Сидели мы на улице, и, соответственно, нам срочно нужно было найти ночлег. У парня не получилось пройти собеседование, и мы, соответственно, уехали. Мы снимали квартиру на месяц, прожили в ней неделю. Нам не вернули остаток денег. Такая якобы политика вот здесь, как бы, в Воронеже, в общем-то. Мы, соответственно, вернулись в Ростов. Посидели там еще, подождали распределение. Также его не дождались и уехали к моей сестре в Таганрог, которая уже на тот момент там жила с детьми. Мы не знали, что дальше делать. Мы подумали, пока, может быть, с сестрой моей побудем, как там, где там, что там, можно оформить какие-то документы. Но мы там ничего так тоже и не обнаружили, потому что по программе переселения в Таганроге уже ничего не было. Таганрог был закрыт для оформления документов иностранным гражданам. Короче, по программе переселения именно там уже нельзя было, по-моему, оформлять это все. И, соответственно, мы обратились снова к МЧСникам именно в Таганроге. И они также распределяют в другие лагеря по всему миру, хотела сказать. Ну, можно сказать, полмира это Россия. Распределение происходит по всей России. Именно в те города, в которых можно оформлять документы. Ну, именно жить, там тебя устроят, помогут тебе и все в таком духе. Соответственно, нам предложили через день буквально, а может быть и на следующий день, нам предложили поехать в Тюмень. Ну, и, соответственно, мы поехали туда. Дальше, кто смотрел мои некоторые видео, как я там снимала. Я снимала больше, но просто запорола, случайно удалила. А так было бы роликов намного больше и намного красивее ролики были бы. Таким образом, мы в Тюмени, даже не в самой Тюмени, а в Тюменской области, нам сделали ВУ, временное убежище. И мы искали работу. Ну, не мы, а именно парень через интернет проходил собеседование. Нам предлагали там работу. Нам предлагали жить в деревне. Там даже домик какой-нибудь захудал и могли тебе предоставить. Ну, как-то помочь с этим. Мы не рассматривали жизнь в деревне, потому что... Ну, во-первых, потому что я не деревенский человек. Парень мой тоже не деревенский. Но, предвкушая все ваши вот эти вот... Ой, да если некуда и чё, ой, да и это бы подошло. Мы это всё знаем. Мы так и думали. Если мой парень не найдёт работу через интернет, если мы никуда не поедем, то, соответственно, мы останемся в Тюменской области, в какой-нибудь деревушке и будем жить там. Там предоставляют... Ну, не все, конечно, но была возможность такая. Предоставляли жильё, соответственно, оборудовать его как-то. Ну, кто что мог принести. Но парень нашёл работу. Повезло, его взяли. Нам даже начальство моего парня нашли квартиру и первый месяц проживания оплатили. Это не входило ни в какую ни зарплату, ни во что. Просто вот, ну, взяли и оплатили. Вот это, конечно, было для нас шоком. Такая помощь. Квартира была такая старая, захудалая. Но, извините меня, и это на безрыбье очень даже хорошо. Потому что украинцам не хотели сдавать жильё. Как видели, документы твои сразу посылали нафиг. Потому что в тот момент у всех практически спрашивали документы. Потому что был наплыв украинцев. Ну, и, соответственно, вот так вот. Нам не хотели сдавать квартиры. Не именно нам, а вообще украинцам. Боялись сдавать, не хотели. Некоторые считали, что если они сдают жильё нам, то они обязаны нас прописать, зарегистрировать. Вообще по закону, как бы, да, если они принимающая сторона. Но если ты не принимающая сторона, ты просто нам сдаёшь жильё, то ты ничем нам не обязан абсолютно. Ну, как бы, знаете, люди, которые не знают никаких законов, не знают нихрена, ну, они и боятся всю жизнь. Поэтому, как бы, так. Соответственно, квартиру нам эту сняли в Воронеже. Фирма эта находилась в Воронеже. И вот так вот во второй раз мы вернулись в город Воронеж. Потому что мы тогда даже не успели ни посмотреть особо в город Воронеж, ни побывать нигде там. Вот так вот парень просто нашёл здесь работу. Так получилось, что это был снова Воронеж. По поводу свекрови, кстати, я даже не знаю, может быть, стоит отдельное видео знать. В общем, если большинство желает видеть такого рода видео именно о моих отношениях каких-то, о моём опыте вообще, как нужно себя вести, как не нужно себя вести, как нужно, может быть, ещё себя вести именно парням, да, мужьям в этой ситуации, если вы живёте вместе, потому что мы жили все вместе. Ну, как бы, если всем это интересно, тема, ну, пишите в комментариях там, да, или я напишу сообщение одно, вернее, комментарий один, интересно ли про свекровь, и вы отмечаете лайками и дизлайками. Соответственно, я буду знать, если большинство за, то я сниму такой ролик, потому что я хотела сейчас с вами поболтать, но понимаю, что эта тема такая, ну, у кого-то наболевшая, у кого-то щепетильная. Не знаю, мне кажется, стоит именно конкретно этой теме посвятить полноценный ролик. Всех, кстати, поздравляю, кто начал учебный курс, я не знаю, начал учебный год, всех поздравляю с этим. Не знаю, но это было прекрасное время. Я, конечно, училась только в школе, больше нигде не училась, ну, еще курсы заканчивала, но это отдельная история. Но все равно это офигенное время. Честно, я сейчас просто вспоминаю это время и вспоминаю, как было круто. И почему бы и не начинать учиться, почему бы не идти куда-нибудь учиться, если это круто. Желаю всем, конечно, удачи, чтобы у вас у всех все получилось, чтобы вы были преуспевающими, чтобы вы были вдохновленными, такими вот живыми, целеустремленными. Желаю, чтобы у вас все-все обязательно получалось. Я сегодня как раз выложила видос со своих школьных лет, со своего первого звонка, именно первого класса. Я, кстати, в школу пошла в 7 лет, потому что первого сентября мне было 6 лет, и через два месяца мне исполнилось 7 лет. Вот так вот. Этот видос мне прислал как раз-таки мой школьный друг. Господи, зачем так громко? Что там происходит? Это видео мне прислал мой школьный друг, и я просто не ожидала. Я когда посмотрела это видео, я просто, во-первых, себя еле-еле нашла, во-вторых, маму свою не узнала. Это вот представьте, не узнать свою маму. Я эту женщину видела и подозревала, что что-то знакомое, что-то тут не то. Но это круто, это такие ощущения. Знаете, у меня вот полдня прошли в какой-то ностальгии. Мы все так выросли, изменились. Это знаете, вот как начало и весь путь наблюдать. Это классно. Сегодня, кстати, 1 сентября, и я, кстати, даже не знаю, как наши бедные дети сегодня, наверное, в школе всегда проходят, потому что я помню, по своим школьным годам, когда такая погода на 1 сентября выпадала, она выпадала очень редко, то всё мероприятие проводилось именно в помещении, не актовый зал у нас был, а где физкультурой занимаются. В спортзале, вот. О, Боже. Вот как-то всё равно, знаете, смотреть фотографии свои старые, да, это прикольно, но когда я посмотрела видео, именно старое видео, да, где меня снимали там на видео, и, ну, короче, это намного круче, намного круче. Я, кстати, на том видео ещё, которое я выложила в группе ВКонтакте, где спросила, найдут меня мои друзья или нет, ну, никто, как бы, не удосужился. Я на этом видео ещё и в носу ковыряюсь. Это вообще... О, Боже. Знакомьтесь, Полина. Я собралась, буду выдвигаться сейчас в магазин, закупку проводить, наконец-то выброшу мусор, который у нас накопился, до сих пор мы его выбросить не можем. Парень ходит рано утром, он его забывает взять. Я, соответственно, уже, не знаю, второй, наверное, день никуда не выхожу, потому что у нас вот такая погода, причём проливной дождь, вообще невозможно куда-то выйти. Вот сейчас затишье, я хочу просто выскочить, успеть, и чтобы не пришлось мне особо мокнуть. Ну, а я с вами прощаюсь, увидимся в каком-нибудь следующем ролике, и пока-пока!